Вышел вновь из Ковчега со всеми там бывшими. И вот на всей земле один был житель, праведник с женой, сыном, ями и женами. Но точно же по выходе из Ковчега он выказывает свою признательность и возносит Господу своему благодарение как за прошедшее, так и за будущее. Но если угодно, чтобы не распространять слово, отложим рассуждение о благопризнательности праведника до следующего дня. Нынешнее же слово оставим на этом и попросим вашу любовь постоянно иметь в уме своем этого блаженного Ноя, тщательно изучать красоту его добродетели и быть его подражателями. Смотрите, в самом деле, как велико богатство его добродетели, сколько уже дней мы рассматривали повествование о нем, и сегодня еще не могли окончить этого рассмотрения. И что говорю, окончить? Сколько мы не будем говорить, не можем сказать все. Нет, пусть многое скажем мы и даже наши потомки, но до конца еще не будет. Такова добродетель. Если мы захотим, то праведник этот может научить весь род наш и руководить добродетели. В самом деле, когда он и живя среди такого множества злых людей и не могши найти ни одного человека, подобного ему по нравам, достиг до такой высокой добродетели, то чем оправдаемся мы, которые, не имея таких препятствий, не родим о добрых делах? Не говори мне о том только, как он прожил пятьсот лет, терпя насмешки и ругательства от нечестивых, но подумай и об его жизни в ковчеге. Год этой жизни, мне кажется, стоит целой жизни. Столько-то скорби он должен был перенести там, находясь в такой тесноте, не могший дышать свежим воздухом и принужденный жить вместе со зверями и другими бессловесными тварями. И однако же, среди всех этих обстоятельств он сохранил твердость духа и непреклонность воли и показал веру в Бога, по которой и перенес все благодушно и легко. Вот почему он так сделал все со своей стороны, получил и от Бога щедрое воздаяние. Если он и терпел великую тесноту, живя в ковчеге, зато спасся от страшного потопа и всемирной погибели, зато после такой тесноты и тяжкого заключения получил свободу и покой, удостоился благословения Божия, потом он опять обнаружил свою благопризнательность на деле. Словом, везде он сам начинал делать доброе. Как в первую половину своей жизни до потопа он ревновал о добродетели и уклонялся от нечестия злых за то, за что и не подвергся вместе с ними наказанию. Но когда все погибли от потопа, один он был спасен, так и после явил он великую веру и с благодарностью перенес жизнь к ковчеге. И за это опять получил он от Бога щедрую награду. Тотчас, по выходе из ковчега и по возвращении в прежнее состояние, удостоился Божьего благословения. Потом он и опять показал своей стороны признательность и принес по силам своим благодарность Богу. И за это удостоился от человека любивого Бога еще больше милости. Таков обычай у Бога. Если мы с своей стороны сделаем что-либо, хотя и малое и незначительное, но лишь только сделаем, он всегда дарует нам богатые милости. И чтобы тебе удостовериться и в крайней скудости приношений человеческих, и в щедродательности Господа твоего, подумай вот о чем. Пусть мы решимся что-либо принести Ему, но что можем представить более, кроме словесной благодарности? А Его милости к нам совершаются на деле. Как же сравнить дела со словами? Господь наш, не имея ни в чем нужды, не требует ничего нашего, кроме только слов. Да и словесной благодарности требует не потому, чтобы сам нуждался в ней, но чтобы научить нас быть признателями к подателю благ. Вот почему и Павел Пешак Колоссяным говорил, будьте благодарны, Колоссянам 3.15. Ничего в самом деле так не требует от нас Господь, как и этой добродетели. Не будем же непризнательны и получая благодеяния на деле, не поленимся возносить Господу благодарение на словах, потому что польза от этого обращается к нам же. Если мы бываем благодарны за прежние милости Божии, то это мы приобретаем себе надежные средства получить еще большее. Только прошу, будем, если возможно, каждый день и час размышлять не об общих только благодарениях, которые Создатель всяческих явил всему роду, благодеяниях, которые Создатель всяческих явил всему роду человеческому, но и от частных, оказываемых каждому из нас. И что говорю о частных и оказываемых каждому из нас? Мы должны благодарить и за те благодеяния, которые получаем, сами того не ведая. Заботясь о нашем спасении, Господь являет нам много таких благодеяний, о которых мы и не знаем. Часто избавляет нас и от опасностей, и другие оказывает нам милости. Он – источник человеколюбия, никогда не пристающий изливать в свои потоки народ человеческий. Итак, если мы будем размышлять об этом и постараемся возносить Господу благодарение за прежние милости и располагать себя к признательности за последующее, чтобы не оказаться недостойными благодеяния Его, то будем в состоянии и жизнь вести лучшую и уберечься от греха. Память о милостях Божьей будет для нас достаточным наставником добродетельной жизни и не позволит нам пасть в беспечность и самозабвение и предаться греху. Действительно, внимательная и бдительная душа выказывает признательность не только тогда, когда дела текут благоприятно. Нет, пусть последуют и неблагоприятные перемены обстоятельств, и тогда она возносит Богу такую же благодарность. От этой перемены она не ослабевает, но тем более укрепляется, помышляя о незреченной попечительности Господа и о том, что Он, будучи прибогат и всесилен, может явить свою о нас заботливость даже и в неблагоприятных обстоятельствах, хотя мы и не в состоянии ясно понять это. Итак, предоставляя всем обстоятельствам, касающимся нас, идти как угодно, станем с своей стороны заботиться только о том, чтобы непрестанно благодарить Бога за все. Мы для того ведь и созданы разумными и столько возвышены над бессловесными, чтобы возносили к Создателю всяческих непрестанные хвалы и словословия. Он для того вздохнул в нас душу и даровал нам язык, чтобы мы, чувствуя Его благодеяние к нам, признавали власть Его над нами и выказывали свою признательность, и по силам своим возносили Господу благодарность. Если подобные нам люди, оказав нам какое-нибудь частое и маловажное благодеяние, требуют за это от нас благодарности, не ради нашей, впрочем, признательности, но чтобы и самим прославиться через это, то тем более мы должны так поступать по отношению человека любимому Богу, который хочет этого единственное для нашей пользы. Благодарность, приносимая людям за их благодеяние, умножает славу самих благодетелей, но когда мы возносим благодарность человеколюбимому Богу, то умножаем свою собственную славу, потому что Он требует от нас благодарности, не потому, чтобы нуждался в нашем прославлении, но чтобы вся польза обратилась на нас же, и мы сделались достойными больших милости Его. Правда, мы не в состоянии достойного возблагодарить Его, да и как бы могли, имея такую слабую природу? И что я говорю о человеческой природе? Даже бестелесные и невидимые силы, и начало, и власти, и Херувим, и Серафим не могут достойно возблагодарить и прославить Его. Однако ж, наш долг – приносить посильную благодарность и непрестанно прославлять Господа нашего и словами, и добродетельную жизнью. Это и есть самое лучшее прославление, когда мы возносим словословие бесчисленными устами. Добродетельный – все, кто не смотрит на Него, заставляет хвалить своего Господа. А словословие их привлекает великую и незреченную милость от Господа на того, кто побудил их к Нему. Что же будет блажение нас, если мы решимся не только сами собственными устами прославлять благого Бога, но и всех ближних возбуждать к совокупному с нами словословию? А такова сила добродетели и одного человека, что может прославлять Создателя бесчисленными устами. Так, возлюбленный, ничто не может сравняться с добродетельной жизнью, потому что и Господь говорил, да просветится свет ваш пред людьми, и да видят ваши добрые дела, и прославят Отца вашего Небесного. Матфея 5, 16 Видал ты, как свет лишь явится, прогоняя тьму, так и добродетель своим появлением обращает бегство грех, и рассеяв мрак заблуждения, возбуждает души взирающих на нее словословию. Постараемся же, да светят дела наши так, чтобы прославлялся Господь наш. И Христос сказал так не для того, чтобы мы делали что-либо на показ, нет, чтобы, живя честно и согласно с волей Божией, никому не подавали повода к богохульству, и своими добрыми делами располагали и всякого, кто только видит нас в прославлении Господа всей твари. Тогда-то мы и заслужим от Него особенное благоволение, и возможным избегнуть наказания, и получить неизреченные блага, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава держа во честь, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аминь.